Всем привет! Сегодня 4 мая, Московская область. Я нахожусь в стеклянной теплице, где выращиваю перцы и огурцы. Здесь также, как в томатной теплице, три грядки, просто их сейчас очень плохо видно. По краям я выращиваю перцы, посередине огурцы, также два прохода, которые замульчированы толстым слоем хвойного опада. И сегодня я хочу высадить рассаду перцев. Насчет огурцов я подумаю. Или сегодня буду высаживать, или чуть попозже. Хочу вкратце показать, что у меня здесь растет. Цветы уже все показала вам. Вдоль грядки я всегда высаживаю лук выборок, это на зелень. Здесь потихоньку начинает обрастать фуксия, которая у меня зимовала в подвале. Долго, конечно, обрастает, но надеюсь, все будет хорошо. Здесь рассада лука Oxibition. Тоже замечательно он выглядит. Высаживать рассаду эту буду примерно ближе к 10 мая. Это две пложки, это лук Oxibition. Здесь посеяна капуста. Это брокколи и цветная замечательно взошла. Это капуста ранее. Здесь высевала лук семенами на зелень, ни одно семя не взошло. Вдоль грядки, бортика грядки, я всегда тоже высаживаю шпинат хорошо на роз. Здесь рассада разных видов салатов. Кинза буду высаживать в открытый грунт. Это остатки рассады томатов. Здесь цветы, я вам их уже показывала, разные виды. Это рассада крупноплодной земляники садовой. С осенью я в горшках прикопала ее сюда, не накрывала. Она замечательная, смотрите, перезимовала, цветет. У меня, наверное, кустов 5 или 6 не вышло из зимы в открытом грунте, в грядках. Я отсюда ее выкопаю и досажу в грядочки. А здесь, собственно говоря, вся рассада перцев, которые я буду сегодня высаживать. Там же у меня баклажаны. Тоже сегодня, между прочим, буду высаживать в мягкие контейнеры. Там капуста тоже, видите, потихоньку сходит. Будет позднеспелая и цветная. Пеларгонии цветут. Вдоль бортика грядки высажена редиска. Мы ее будем уже через неделю есть, потому что уже корнеплоды налились. Там рассада кабачков, цукини, тыквы, фасоли, зелени. Огурчики замечательно выглядят. Это рассада тоже с осени. Я сюда прикопала в пол-литровые горшочки. Это зимклуника купчиха. Смотрите, как она уже массово цветет. Красивая. Тоже ничем не накрывала. Замечательно она у меня перезимовала. Буду высаживать в открытый грунт. Просто у меня сейчас грядка не готова для нее. Ну вот, в принципе, и вся теплица. Самая сейчас трудоемкая. Это не высадить рассаду, а подготовить к ее высадке. То есть сейчас я все, что здесь находится, буду выносить на улицу. Ставить дуги и накрывать плотным укровным материалом. Потому что просто так еще цветы у нас не выставить. Днем еще более или менее тепло. А ночью очень холодно. 5-6 градусов, это холодно. И тем более, допустим, сегодня тепло, но очень сильный и ледяной ветер. Стоит только вынести, не накрыть ничем. Все ветер истрепает всю рассаду. В общем, сейчас самая такая трудоемкая работа, это все отсюда вынести. Итак, работа продолжается. Я вынесла всю лишнюю рассаду. Остались только баклажаны, огурцы, кабачки и тыквы. Эта теплица, как, собственно говоря, и томатная, была подготовлена с осени. То есть обработана, помыта. Грядки заправлены конским навозом. Пролиты бактериями сияние номер один. Единственное, что я сейчас сделала, это вскопала вилами землю и вспушила граблями. Как видите, рассаду перцев я уже установила примерно на то расстояние, на котором они будут расти. Расстояние, как у томатов, разное между растениями. Если это высокорослые, более мощные сорта, например, это айварский, мастодонт или рамира, то расстояние 35-40 см минимум. Есть более компактные сорта, там и 25 см хватит между растениями. Как и томаты. Я, в принципе, перцы буду высаживать, как и томаты. Ничего необычного. Это, конечно, при высадке мне понадобится зола. Это биогумус. Как видите, покупной. Мой закончился вчера при высадке томатов. Были последние полмешка. Пришлось сейчас съездить в магазин садовый и купить биогумус готовый. Я его раскрыла, никогда не покупала этой фирмы. Конечно, внешний вид у него совсем другой, чем у меня. Не знаю, какой он будет по качеству. У меня биогумус будет. Я буду его просеивать только через неделю. Поэтому пришлось вот, буду пользоваться на этот раз покупным. Также понадобится сопропель. И растворила вот три ведра уже. Это триходерма вериде. Я буду поливать под корень каждому растению. Одна упаковка, 30 грамм, разводится на одно ведро воды. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас буду высаживать первую пару растений. И как раз вам покажу, как я это делаю. Я сделала две посадочные ямы. Буду высаживать перцы в шахматном порядке. И сейчас заправляем лунку. Это примерно, опять-таки, по 250 грамм биогумуса. Это горшочек у меня на пол-литра. Потом по одной горсти золы. И сопропель. Хорошенько перемешиваю. Рассада перца. Довольно-таки неплохая. Это сорт Айварский. Семидольные листики я убираю. Перец буду заглублять. Минимум на 3-5 сантиметров. Хорошая корневая система. Устанавливаю в подсадочную яму. Это тоже перец Айварский. Все сорта перца я тоже стараюсь высаживать группами. То есть, рядом друг с другом. Устанавливаю. Затем у меня разведен в воде разведена Приходерма Вериде. По пол-литра в каждую лунку. И присыпаю. Обминаю возле стебля. И также второй корень. Вот, собственно говоря, и все. Ну, по такой же технологии я высаживаю и томаты. Перцы в теплицу высадила. Конечно, рассада осталась. Кустов, наверное, 15. Но давать пока никому не буду. Оставлю про запас. Вдруг здесь что не приживется. Грядки замульчировала. В качестве мульчи второй год использую перепревшую конскую подстилку. Она идеально для этого подходит. Также буду мульчировать и огурцы, которые буду высаживать в эту среднюю грядку. Также высадила острые перцы. Высаживаю по 2 штуки. Вот 3 контейнера, 6 кустов. Мягкие рассадные контейнеры. Я не стала снимать видео, как я здесь готовлю землю. Сейчас просто вкратце расскажу. На дно я уложила в 5 см. Это перепревшая березовая листва, собранная у меня с участка. Затем я смешала на глаз торф, перегной, который я вам показывала корове, перепревшей, 4 или 5 летней. И огородная земля. Все это смешала и забила эти мешки. Пролила фитоспорином. При высадке также я делала, как и с этими перцами, добавляла биогомус, золу, сапропель. Пролила триходермой вериде и закрыла тоже мульчу. Это перепревшая конская подстилка. Вот и все. Спрашивали, делаю я в этих контейнерах отверстия. Нет. В этих контейнерах отверстия делать не нужно. Потому что здесь, видите, какое плетение, и вода через вот это плетение не герметична, она просачивается. То есть вы пролили мешок, излишки отсюда вылились. Вот и все. Поэтому, ну при этом влажность держится здесь прилично. И все равно я здесь тоже мульчирую, чтобы влажность удерживалась. Сейчас будет тепло, и эти перцы, конечно же, уйдут в открытый грунт. Так, насчет огурцов. Я решила, что сегодня я их высаживать на эту грядку не буду. Дождусь я хорошего второго листа полноценного. И чтобы был хороший зачаток третьего листа. Тогда буду уже сюда высаживать огурцы. Технология посадки будет такая же, как у перцев. Ничего как бы другого не будет. Люфу я тоже здесь буду высаживать, вот эти два куста. Баклажаны. Сегодня тоже не буду высаживать. Приготовила контейнеры. Вот так они выглядят пустыми. Вот, видите, отверстий нет. Мне просто, чтобы высадить сегодня баклажаны, нужно было приготовить контейнеры, набить землей. Вот этой почвосмесью, о которой я говорила заранее. Хотя бы за два, там, за три, ну, за один день набить землей вот этой почвосмесью. То есть заранее нужно контейнеры готовить, прежде чем высаживать растения. По крайней мере, я так делаю. Поэтому я приготовлю их. И уже там через дня два я буду высаживать сюда баклажаны. Решила высаживать по два штуки. Вот, эти контейнеры, не помню, они или на 26 литров, или на 30 литров. Ну, для двух кустов баклажан достаточно, при условии, что, конечно, вы их будете формировать. Выбирать пасынки, ну и так далее. Я думаю, все знают, как формируются баклажаны. Единственное, что я здесь еще не сделала, я не прикрепила бирки. Видите, возле каждых сортов я положила просто пакет с названием сорта. Мне нужно будет подписать. То есть маркировку поставить, чтобы знать. Потому что у меня есть, наверное, три или четыре сорта новых. Ну, в принципе, я, если честно сказать, уже здесь есть, наверное, сорта 4, которую я ежегодно высаживаю. Их можно не подписывать. И вот новинку можно подписать. Это, знаете, для того, чтобы хотя бы увидеть, есть ли пересорт в сорте, да, конкретном или нет. Ну, вот, в принципе, все. Работа сегодня закончена. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!